Добро пожаловать на Райли Рейд Шелковый Путь. Сегодня очередной, четвертый по счету соревновательный день. Увы, но трагедия, которая случилась в Краснодарском крае, которая унесла жизни сотни людей, также имела место и на Райли Рейде Шелковый Путь. Увы, но организаторы приняли решение сократить дистанцию маршрута. И таким образом последний этап состоится завтра, и финиш будет не в Геленджике, а в Майкопе по завершении пятого этапа. Об этом накануне сообщил представитель дирекции этой гонки Семен Якубов. Ну а сегодня участники преодолевали маршрут, кольцевой маршрут из-за листы в листу. Сегодняшний спецучасток также был сокращен практически вдвое. Изначально этот этап должен был стать самым протяженным на этом ралли-рейде. Его дистанция должна была составить более 500 километров. Но из-за непрекращающегося дождя было принято перенести финиш этапа. Все силы были брошены на помощь пострадавшим. Мы приносим соболезнования жителям Краснодарского края, которые пострадали в этой ситуации, больше всех. И принимаем решение, что финиш ралли будет организован в Майкопе 12 июля. Многие гонщики, конечно же, были солидарны с организаторами соревнований. В частности, француз Кристиан Лавие, лидер генеральной классификации в зачете внедорожников. Конечно, нам жалко, что мы теряем один соревновательный день. Но в данной ситуации нужно думать о местном населении. Мы должны выразить им чувство соболезнования. Мы не можем выступать при таком горе, когда люди теряют жизни. Вся Россия, полиция, военные службы пытаются... Все силы брошены на спасение населения. Наверное, можно сказать, положительные только черты. Так как действительно в Геленджике такое бедствие случилось. И им необходима помощь, любая помощь, в принципе. И вот команда МАН, то, что так поступило, конечно, очень впечатляет. Вот. Ну и как было объявлено, команда КАМАЗ-мастер тоже сделает, как говорится, внесет свой вклад. Организаторы ралли-рейда и участники собрали пожертвования пострадавшим в этой ужасной трагедии. Но если говорить о соревновательной составляющей, то из-за сильного дождя, который шел всю ночь, часть трассы на финише сегодняшнего спецучастка была размыта. Более того, участники должны были пройти через несколько водных бродов, и дистанция стала просто непроходимой. Поэтому организаторы перенесли финиш сегодняшнего спецучастка на второй контрольный пункт, на второй КП. То есть дистанция сократилась более чем на 100 километров. Накануне достаточно серьезные проблемы были у многих участников. И сегодня на старт не вышел один из женских экипажей в составе Изабель Патисье и Терри Дели Зотти. Они накануне лишь ночью добрались до Бивуака, как впоследствии объяснила Патисье. Они утопили баги в реке, затем дважды ломали карданный вал. И так как запас оставался всего один, то до асфальта они добрались на буксире. Ну а вчера сломался еще один кардан. И в итоге сегодня девушки на старт не вышли. Но были проблемы сегодня и у Терри Маняльди на новом Ниссан Жук. Он застрял в песке. Многие сегодня, кстати, застревали. Об этом говорил и Борис Гадасин, один из лидеров общего зачета в зачете внедорожников. Он говорил о том, что из-за дождя верхушка многих дюн намокли и создавалось ощущение, что автомобиль буквально во что-то втыкается и ехать дальше невозможно. Ну а сегодня здорово проявил себя российский гонщик команды G-Force Владимир Васильев, который одержал победу. Но это говорит мать из Кали. Сегодня немец пересек финишную черту с седьмым результатом. Это позволило ему вмешаться в борьбу за четвертую позицию в Абсолюте. У нас абсолютно новый автомобиль, новый двигатель, который прошел недостаточное количество проверки. Поэтому мы сюда приехали, по сути, протестировать автомобиль. Ну а теперь постараемся занять четвертое место. Сегодня возникли проблемы и у представителя Тойоты Жерома Пелише, а на ваших экранах Дена Эрандоне, француз, на заднеприводном баге, который становится победителем в категории моноприводных автомобилей. Сегодня он был шестым, накануне был третьим, так что ближе к финишу француз разгоняется. А вот его соотечественник из команды Оуэн Райв, Жером Пелише, вместе со штурманом Брайан Буфье, Ксавье Панцири. В настоящий момент они идут на втором месте в Абсолюте. И довольны показанными секундами. Мы не рискуем. Это абсолютно новый автомобиль. Для нас это первая совместная гонка с Ксавье. Наша цель финишировать пятерки сильнейших. Сейчас мы идем вторыми. Это очень хороший результат. Даже если мы опустимся на третью строчку, все равно будем довольны показанным временем. А вот и Борис Гадасин, конечно же, россиянин, предпринят максимум усилий для того, чтобы не дать французам оформить тубль. В настоящий момент сегодня на этапе он проиграл основному конкуренту Жерому Пелише одну минуту. Как объяснил впоследствии Гадасин, сегодня были проблемы, определенные проблемы на дистанции. Но вот, как я говорил, очень сложно было преодолевать мокрые песочницы, мокрые дюны. Ну и на финише сегодняшнего спецучастка экипаж Гадасина накрыл сильнейший дождь. Пришлось остановиться, так как все стекла и дворники, все стекла запотели, а дворники не справлялись с потоком. Ну и на этом ребята потеряли порядка пяти минут. И сегодня вечером они должны принять решение со штурманом. Будут ли они ехать спокойно, либо бороться за попадание на Пьедестал Почета, за попадание в двойку сильнейших. На данный момент Борис Гадасин идет на третьем месте в Абсолюте. А вот и победитель сегодняшнего спецучастка Владимир Васильев. Он сумел опередить на 7 минут 21 секунду Кристиана Лавие, лидера генеральной классификации. Третьим сегодня, кстати, стал Лусио Альварес. Напомним, что накануне у аргентинца отказал гидроусилитель руля, поэтому ему пришлось очень не сладко, и он потерял место среди лидеров. Но сегодня аргентинец вновь среди лучших. Возникли проблемы сегодня и у представителя КАМАЗа Айрата Мордеева, который очень надеется попасть в тройку сильнейших по итогам ралли-рейда. Но сегодня, по словам Мордеева, заклинило бортовой редуктор на переднем мосту. На этом эпизоде они потеряли порядка 48 минут. В итоге, впоследствии отключили передний мост и поехали на заднем приводе. Но, конечно же, все старания, увы, но разбились об эти проблемы. Конечно, Айрат Мордеев хотел на этом ралли-рейде побороться со своим напарником по команде Эдуардом Николаевым в борьбе за победу. Но, увы, на 325-м километре эти надежды были разбиты. И в итоге, увы, но Айрат Мордеев побороться за победу уже не сможет. У нас сломался бортовой редуктор. На этом потеряли 48 минут, пока устранили проблему. Ну и, конечно, проблемы Айрата Мордеева значительно подстегнули голландца Питера Верслуиса, который теперь возвращается в борьбу за третью строчку. Сегодня у него была неплохая скорость, и он сегодня отстал от лучшего КамАЗа всего лишь на 3 минуты. Отставание представители команды The Command от Мордеева исчисляется шестью минутами. Для Артура Ардавичеса, который выступает на клиентском КамАЗе, сегодня также были... Эта неделя сложилась очень непросто, но сегодня, сегодня он показал четвертый результат и по-прежнему сражается с Адюнами и со своими соперниками. Эдуард Николаев сегодня пришел к финишу со вторым результатом. Победитель рейли-рейда 2010 года уступил чешскому пилоту Алишу Лапрайсу 4 минуты и 6 секунд. Но россиянин по-прежнему сохраняет лидерство в общем зачете. Ну а для Алиша Лапрайса это первая победа на этом рейли-рейде, шелковый путь на рейли-рейде этого сезона. Ну и впервые, впервые первенствовал на рейли-рейде в зачете грузовиков, не представитель КамАЗа. Для меня это был один из самых сложнейших спецучастков. У меня было огромное желание прекратить выступление и поехать домой, так как мое состояние здоровья оставляло желать лучшего. Меня бросало то жар, то холод, был озноб и так на протяжении всех пяти часов. Когда были силы на исходе, нам удалось догнать Николаева, и меня немного это взбодрило. И в итоге Лапрайш пришел к финишу с лучшим результатом. Ну а в генеральной классификации отставание Лапрайша от Николаева составляет практически 9 минут, но в принципе есть шанс побороться на заключительном спецучастке, который пройдет завтра из-за листы в Майкоп. Дистанция составляет чуть более 400 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин